Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва. И сегодня со своим особым мнением главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Павел Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы вернуться ближе к историческим каким-то событиям. Сегодня Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по событиям 20-летней давности в Сребренице. Речь идет о том, что резолюцию предложила Великобритания, и там речь идет о том, чтобы признать это геноцидом. Ну, как минимум, там есть несколько пунктов. И Россия наложила вето, по словам постпреда при ООН Виталия Чуркина, эта резолюция обострила бы ситуацию на Балканах. Это что, мы всегда просто за Сербию или как? Ну, во-первых, за Сербию. Сербия для нас очень важный инструмент в европейском механизме в дипломатических отношениях. Достаточно вспомнить ряд событий, когда сербы активно поддерживали в последние годы Россию и выступали за Россию. Но у сербов есть маленькая, так скажем, стартовая, что ли, вот они боятся сойти со стартового, чтобы не получить фальстарт такой, знаете, потому что они же стремятся в еврозону активно. И активная поддержка России для них тоже является на сегодняшний день определенной степени проблемой. Оно может затормозить всю эту историю. И мне кажется, что вот здесь сербы играют при всей любви к России и памятью о том, что Россия для них значит большую, большая проблема для них. Но, тем не менее, тем не менее, Россия продолжает, и она по-другому не может хоть как-то выстраивать свои отношения с теми странами, которые исторически за Россией, близки к России. Потому что не так много стран таких осталось, и большинство стран в Европе на сегодняшний день говорят нет тому, что происходит в России, нет политическим тенденциям, которые происходят в России. И, естественно, все это накладывает свой след, и Россия, я думаю, вынуждена вот такие вещи делать, как накладывать вето на то, что, скорее всего, действительно было. Напоминает какую-то историю, когда Россия поддерживает страну, а страна рвется в Евросоюз, в Еврозону. Может быть, это как-то будет опасно для Сербии, когда Россия как-то так покровительствует? Ну, конечно, определенный, определенный, знаете, фактор риска для Сербии есть. И поэтому сербы очень аккуратно выступали и по Украине, они в сторону отходили, явно не выступали. Они по газу очень аккуратно вели, делают рывок вперед и тут же останавливаются. Вот все эти последние месяцы, и если их месяцы очень активно рассматривать по взаимоотношениям Сербии и Европы, Сербии и Россия, Россия и Сербии и Европы, видно, что Сербия делает вот скачок, но тут же вот фальстарт, как я бы назвал. И она вроде бы и показывает свое благо, благо, такое, знаете, какое-то отношение благостное к России. И в то же время раз приостанавливает, потому что знает, что это опасно для нее и для того, что, в общем-то, сербы приняли такое решение, что они идут по этому пути и другого пути у них не будет. Вообще, еще, кроме взаимоотношений России, Сербии и Евросоюза, существует такое слово, как геноцид, и его все очень боятся признавать. Геноцид, к сожалению, присутствовал во многих странах мира, и он существовал, и это и в годы Первой мировой войны. Есть такие примеры, есть примеры такие во Второй мировой, их больше во Второй мировой. Был страшный геноцид, о котором мало известно в России, но это геноцид, связанный Японией, Китой и Кореей, где были сотни тысяч убитых и замученных, и живыми людьми, закопанные в землю. Но это ужасно все не перескажут, это ужасы, о которых очень мало у нас пишется, и это мало известно, особенно потому, что принимали участие разные стороны, и потом эти стороны были нашими близкими друзьями, товарищами долгие годы. И, конечно же, об этом никто не хочет говорить и вспоминать. Был геноцид и в России, это и та же Катынь, это геноцид абсолютный. Это и был геноцид, связанный непосредственно с уничтожением евреев, это в Киеве, это Бабий Яр и многие-многие другие места, а сталинские лагеря, разве это не геноцид по всей стране, где уничтожались миллионы, миллионы, миллионы людей, уничтожались. Эта машина была системной уничтожением. Это не значит, что всех в один день убивали в газовых камерах, как в Освенциме, или то, что устроили геноцид с еврейским, цыганским населением немцев, гитлеровской Германии. Нет, это был медленный геноцид, и это все равно геноцид, потому что это не то, что сотнями тысяч убивали каждый день, а это убивали миллионы, но медленное уничтожение. Сначала до истощения доводили, отбирали у тебя все физиологическое, способное на воспроизводство или продукты, это лесоповалы, это шарашки, это масса других предприятий, которые делало, делало, делало ту великую индустриализацию. Которые зачастую говорят, как вот в истории, вот, создал Сталин индустриализацию, да, на дешевой рабской силе, да, это была индустриализация. Если исторически это известно, почему действительно есть такая боязнь признания геноцида? Сложно сказать, потому что геноцид сегодня в современном мире, его трудно списать, знаете, вот раньше списывалось это на войну, на конфликт между странами, это, так сказать, реальные войны, и под войну списывалось все. Уничтожение городов, населения, детей, женщин и так далее и тому подобное. Сейчас, сейчас признавать геноцид в современной Европе или в современном мире, ну, это уже совсем другая политика, это совсем другое. Это, это, это другой уровень вообще политического, что ли, самосознания и осознания того, что происходит. Я боюсь, что со временем мы узнаем страшные истории и по Украине, по каким-то вот этим вот местам, связанных с линией конфликта, который сейчас проходит. Скорее всего, там тоже происходил геноцид и происходит, потому что те отрывочные данные о пытках, о издевательствах и с той и с другой стороны, он известен. И это свидетельство есть и в прессе, и в интернете, есть очень многое из этого. Что происходит, как и это, это уже, это вот элементы геноцида. Ведь геноцид, на мой взгляд, это не количество убитых, а это причины уничтожения даже двух-трех человек, и это тоже геноцид. Это геноцид против людей, которые не хотят или противятся другой мысли и идеологии. Буквально на несколько минут прервемся, потом вернемся в программу «Особое мнение». Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, меня зовут Ирина Воробьева. И про Украину хотелось спросить, точнее про Крым. Значит, украинская кредитная организация инициирует арбитражное разбирательство против России в связи с потерей своего имущества в Крыму. Ну, понятно, что там этот банк принадлежит Коломойскому, значит, и так далее, и так далее. Но если вот политику вот эту с Коломойскими убрать, то, может быть, это действительно справедливо. Да, потеря имущества действительно было, было в Крыму имущество. Раз, Крым принадлежит России, а имущество куда? Дело в том, что, на мой взгляд, в ближайшее время мы столкнемся с гигантской проблемой, когда украинский бизнес, и не только бизнес, но и частные владельцы тех или иных земельных участков, тех или иных магазинов или каких-то структур, будут подавать массово в суды международные требования о возмещении убытков. Одно дело, Крым перешел в другую юрисдикцию международную. Это можно допустить. Это можно допустить. То есть, отделился? Отделился. Другая юрисдиция, он перешел в российское государство. Давайте с этим согласимся. Пускай кто-то не соглашается. Пускай кто-то соглашается. Ну, давайте с этим согласимся. Вот примем такую истину. Он перешел, было голосование, все. Мы принимаем такую. Но после этого начался массовый, массовый. Я считаю, что это абсолютно, так сказать, уголовные дела и массовый отбор собственности у украинских граждан. Очень много. Особенно те, кто не нравится по каким-либо еще и политическим соображениям. Земли, дома, дворцы, санатории и так далее и тому подобное. Я очень извиняюсь, но это абсолютно не вяжется с международными правилами игры. Это называется совсем по-другому. Это экспроприация, которая давно уже не практикуется в международном праве. Экспроприирует чужую собственность. Тем более, что мы тоже гарантируем своим внутренним законам право собственника на то, то, то и тот, тот. Дело Юкоса, которое сегодня гремит и очень болезненно будет восприниматься еще долго-долго российским государством. Потому, что так или иначе, я все-таки думаю, что деньги с государства каким-либо образом многие страны начнут выщипывать. Я не знаю, будут выщипывать. Потому, что это вопрос времени. То же самое с Украиной. Сейчас по Крыму будет одно за другим идти решение судов международных. Не в пользу России. Конечно. Конечно, не в пользу России. При той ситуации, которая сегодня складывается вокруг России, в пользу России решений практически не будет. И это все будет идти как штрафные, 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 штрафные. А это очень много миллиардов иностранной валюты. Интересно, из чьих средств будут вычитаться? Это будет вычитаться все из государственных средств. Потому, что это не будет нового собственника. Потому, что не новый собственник отбирал, условно говоря, Иванов, Сидоров, Петров. Государство разрешило ему забрать тот или иной санаторий, тот или иной банк, то или иное предприятие. Ну и, соответственно, раз из государственных средств, значит, из наших с вами налогов. Естественно. Естественно. Поэтому, мне кажется, что довольно, знаете как, мне кажется, что это такой иезуитский найден подход к решению и украинской темы для тех, кто оказался с носом с Крымом, условно говоря. То есть, они нашли ход, где можно будет достаточно серьезно предъявить требования к российскому государству. Финансовые требования, в первую очередь. И самое, что печальное, скорее всего, получить их. А как вы думаете, когда изначально задумалась история с Крымом, с референдумом, те люди, которые это придумали, те люди, которые это захотели, они на самом деле до конца просчитали последствия? Нет, этих последствий никто не думал. Дело в том, что сам референдум и сама система, она четко была взята с балканского всей этой истории. И здесь достаточно все ясно и просто. Можно было просчитать, рассчитать. Но там-то собственность не отбиралась. Там даже если все в таком массовом порядке. И экспроприация не производилась. Было брошено. Собственник не восстанавливал. То есть, там решалось несколько иным путем. Здесь четко был отъем той или иной собственности. Потери собственникам своих не только материальных, но и дивидендов. В ряде случаев, как с банком и прочее. Все это просчитывается. Все это решается. Я думаю, что, конечно, никто не просчитывал такой вариант. Никто не думал, что это случится. Я уже не раз говорил, это моя точка зрения, мое мнение, что с Украиной можно было решить этот вопрос 7-10 лет назад. Просто, грубо говоря, купить все то, что сейчас мы тратим на то, чтобы и помогать Донбассу гуманитарной помощью, и то, что сегодня будет израсходовано на Крым. Крым, он миллиард рублей туда вливает. Не только миллиард. Больше. Больше и гораздо больше. Дело-то не в миллиардах. Дело в том, что мы не решили это дипломатическим путем. В то время, при тех руководителях, которые были на Украине, даже если бы... Дождите, а тогда на Украине кто был руководителем? Ющенко или Янукович? Янукович мог быть. Мог быть Кучма. Мог быть Ющенко. Все зависело от количества денег, которое было бы предложено и за Крым. А если взять, мы же часто с вами приводим пример, агрессивную политику США, как они меняют просто, ну почему России не было возможности применить агрессивную политику в отношении Крыма? Ну, в каком отношении агрессивную? Не войска, предположим, вводить 10 лет назад, а просто с помощью денег, с помощью политических партий, созданных на спонсорскую поддержку, изменить определенную ситуацию политическую Киев в пользу России. Тем более, что наших людей там в то время было больше наших, я имею в виду тех, кто с Россией был ближе, может быть, даже, чем с Украиной. Они и работали здесь, они и жили здесь, и сейчас это происходит. Ну, почему нет? Почему нет? Почему таким способом нельзя было решить многие проблемы? Вы помните, когда была оранжевая революция на Украине? Тогда Путин очень поддерживал Януковича, даже было несколько таких конфузов, когда он поздравлял раньше времени. Но тогда вот не получилось, украинцы не дали это сделать. Дело в том, что мы говорим «не дали», потому что мы ничего не сделали. Не старались. Мы не старались. Мы были уверены, что победит Янукович при той небольшой поддержке, которую мы осуществляли с помощью телевидения, которые так смотрелась Украина, как и Россия. Понимаете? Здесь системная работа нужна в таких случаях. Это работа системная. Это создание партий, которые пророссийских. Это создание лидеров пророссийских. Это создание фондов пророссийских. Вы прямо сейчас действительно как про американцев рассказываете. Так я читаю и читал, я просто интересуюсь этим. Это этапы, как нужно из одной страны сделать страну, которая будет любить. И любить, ну, будут они любить больше, может быть, рублей. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Слушайте, а Штаты, как вы думаете, в отношении России такое делают же, правда? Ну, я уверен, что Соединенные Штаты, конечно же, не оставляют в стране. По крайней мере, в начальном этапе, когда в 1991 году произошла вся ситуация с переходом из одной формации в другую, мы перешли из социализма в так называемый капитализм дикий в тот период. Конечно же, Соединенные Штаты, и, может быть, не только Соединенные Штаты, конечно же, пытались очень многое сделать. Давайте вспомним. Ой, давайте сейчас одну секунду. Простите, я забыла, что у нас перерыв должен быть. И поговорим еще и про Штаты, и про то, как Россия сопротивляется, может быть, этим всем вещам. Продолжайте программу «Особое мнение». Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Мы с вами говорили о том, что Соединенные Штаты Америки в России проводят политику изменения страны или нет? Ну, сейчас несложно говорить, сейчас мы настолько закрыли себя от иностранного вмешательства и делаем дальнейшие шаги по закрытию от внешнего мира, что сейчас трудно что-либо в этом предпринимать, и мне кажется, сейчас даже бессмысленно кому-то тратить деньги на вот такие попытки. Я понимаю, что я цинично говорил достаточно о том, что надо кого-то купить, перекупить, создать партию. То есть, проводил сюжеты, как это можно делать. Это цинично, это действительно цинично. Но вся политика, она всегда цинична. Нет, знаете, вот политики, которые... Вот я работаю, мы создаем политическую партию только для людей. Ну, это глупо, это абсолютная ложь. Всегда за политическими лозунгами есть определенные цели, которые достаточно циничны могут быть для обывателя, для электората, который идет голосовать. Но... Ну, у каждой политической партии цель создания – приход к власти. Совершенно верно. А это цинично, в конечном счете. Потому что власть дает очень многое. Власть дает деньги, власть дает большие возможности и так далее и тому подобное. Так вот, первый период 90-х годов наших преобразований в России, конечно же, Соединенные Штаты, и не только Соединенные Штаты, конечно же, очень хотели влиять и влезали. Тогда мы открыли, кстати говоря, многие свои тайные комнаты с архивами для Соединенных Штатов и других стран. Это после этого долго переживали. Мы подписывали какие-то немыслимые договора. Шельф там отдали далеко-далеко в море один из самых рыбных и крабовых и так далее и тому подобное. То есть, мы делали очень много глупостей, как котенок, который получил вдруг неожиданно свободу, он радует, стыкается и не понимает, что он оказался на проезжей части. И колесо машины гораздо более серьезная для него ситуация, чем вот эта свобода улицы, воздуха, а через секунду от котенка будет только ошметки. Вот мы были в той ситуации. Ошметков не получилось, слава богу, но получилось очень много ошибок, которые мы прошли в период 90-х, в начале 2000-х годов. Это страшные ошибки, которые повлияли на весь исторический процесс развития России на ближайшие десятилетия. Ну, а если мы вернемся к тому, что Россия сейчас делает, закрываясь от всего мира, может быть, оно и правильно, что никто не в состоянии сейчас сюда прийти и с помощью денег что-то поменять здесь в свою сторону? Дело в том, что мы можем превратиться в Северную Корею. Нельзя закрываться от мира. Сегодня весь мир пытается быть открытым. Посмотрите, я приведу банальный пример Европа. Каждый имеет свою национальность, свою страну, свою родину, но он вправе выбирать там и жить там и жениться или замуж выходить за того или за другую в той стране, где он хочет и жить, где хочет. Это не значит, что он нарушает и что он не патриот там Франции, Голландии, Германии или кого-то. Я ездил в Норвегию в прошлом году на рыбалку. Владелец рыбацкой базы, красивый, милый, в заливчике, немец, с семьей. Я ему говорю, и как? А мы вообще сюда хотим перебраться, нам так здесь нравится. Я говорю, а Германия? А Германию мы будем ездить на отпуск, на каникулы, и дети там будут учить немецкий. Но здесь так хорошо нам, мы нашли свой мир. И дайте догадаться, он знает, как правильно все документы оформлено, все сделает, потому что все это прозрачно и для людей. Совершенно прозрачно. И у него там бизнес, он платит налоги, он там зарабатывает. Да, он не отказывается от Германии, но он живет в свободном мире. Он выбирает ту точку, где вот в этот момент он может заработать деньги. Ему там спокойно, ему там нравится. И так все делают там. При этом не ставится ему упрек, что он не патриот Германии, что он уехал из Германии. Наоборот, к нему ездят германские рыбаки больше всего, потому что... То есть, он немец. Да, он немец. Вот и все. Слушайте, но при этом Россия, значит, настолько закрывается, как мы с вами уже определили, что сегодня вот эта вот история с патриотическим стоп-листом, который подготовил Совет Федерации, при этом они все равно говорят о том, что эти спи, вот эти фонды за предыдущие два года направили российским НКО, там много денег, и называют там фонды фонд Сороса, Маккартеров, Национальный фонд демократии. То есть, говорят о том, что все-таки извне приходят люди. Значит, господин Косачев говорит о том, что эти организации интересуются только одним – подготовка активистов мобилизационно-протестного потенциала. Ну, действительно же, наверняка есть такие организации. Нельзя же исключать таких вещей. Да, наверное, есть. Но я вам хочу сказать, что сегодня интернет-пространство почище любого Сороса, почище любого там еще 20 фамилий, назовите мне, различных фондов, могут подготовить и свести с ума очень многих подростков, юные поколения, кого угодно. Сегодня это открытое пространство. Да, давайте закрывать интернет. Я сейчас говорю страшную вещь. Давайте закрывать вообще все двери. Это не спасет. Это не спасет. Закрытая страна – это гибель страны. Это уход в прошлое. Это уход в каменный век. Весь мир будет развиваться, а мы будем в закрытом мире проклинать всех и говорить о своем патриотизме, любви к родине. Ну, что же здесь выбрать на этой чаще весов? Закрытую страну и уничтожение страны? Или эти ошметки, которые нас тоже... Да не будет никакого уничтожения страны, если страна открытая, богатая, со свободным бизнесом, со свободной структурой выборов. Выборов людей, которые могут править страной особенно на местном, региональном уровне. Понимаете, когда мы говорим о той же Норвегии, почему туда едут, им хорошо жить, в Скандинавии, там нулевой, нулевая коррупция. Ну, так у них и история другая. Так нулевая коррупция. А какая история? История Финляндии, я очень извиняюсь, это бывшая Россия. Это бывшая Россия. Проедьте по финским дорогам. Они лопаются все. Они не лопаются. Они чистые. Они без трещин и без ям. Проедьте на этой же широте по российским дорогам по Карелии и по Вологодской области. Есть, не знаю. Да. И что будет? Тот же климат. Но руки растут из другого места. Ну, извините, это маленькая страна. Россия огромная страна. Вообще у нас люди... Да, но в Финляндии нет ни газа, ни нефти. Понимаете? Она маленькая страна, но она делает, я извиняюсь, такую электронику, от которой можно только позавидовать. Те же телефоны Ноки. Кто виноват-то? Люди, которые не хотят так жить и не готовы к этому? Или правители, которые заставляют людей так жить? Я считаю, что власть прежде всего должна посмотреть в зеркало на себя. Очень многие представители власти, они должны посмотреть в зеркало на себя. Они должны пенять не на плохой народ, не патриотичный народ, как они говорят, не на те организации, которые они называют не патриотическими. Они должны прежде всего на себя посмотреть и сказать, патриот ты России или нет. Власть, ты патриотично сегодня к России поступаешь или не патриотично, не ремонтируя дороги и ничего не делая для благосостояния народа, для развития малого бизнеса, для развития экономики? Почему мы находимся в такой на сегодняшний день ситуации? Ну что же, государство вот с 2006 по 2012 год в рамках национального проекта здоровья 400 миллиардов рублей вложило в дорогостоящие оборудования для российских больниц, которые простаивают. Я сам могу привести ряд больниц в глубинке, в той же Тверской области, в Вологодской области, где еще год назад не распечатанное это оборудование стояло. Но даже если его распечатать, нет врачей, нет специалистов, которые могут обеспечить нормальную работу этой техники. Но эта техника не только должна обеспечить работу с помощью врача, чтобы врач на ней работал, но она же еще должна обеспечить технологическое обслуживание. Вы представляете, какая это техника сложная, ей постоянно нужно обслуживание. Это должно быть обслуживание круглый год, круглый месяц, постоянное обслуживание. Там же столько всяких винтиков, шпунтиков и точнейших приборов, которые требуют все время обслуживания. А кто это будет делать? Вот кто это будет делать? У нас нет такого количества специалистов. То есть, понимаете, государство что-то вбрасывает в страну самое дорогостоящее, правильное, но это вот в болоте тоже. Так нет, но это же абсолютная глупость. Прежде чем вбрасывать такие вещи, нужно что? Посмотреть, есть ли такое количество специалистов, есть ли такое количество помещений, есть ли такое количество у нас людей, которые могут обслуживать все это дело и существовать, чтобы это дело. После этого надо говорить, что нам сегодня нужно не на 400 миллиардов эту рекламную цифру называть, а всего лишь нужно было на 100 миллиардов купить и обеспечить те точки, которые сегодня могут функционировать. Эти точки должны распределяться по стране вот так, так, чтобы был подвоз больных туда, более-менее какие-то плечи сделать, рассчитать. Должна быть была схема технологическая, как должно всё это оборудование работать. Это уже не было, никто не сделал. Закупили на 400 миллиардов, после этого посадили десятка-два людей, потому что были преступные схемы и махинации по закупке этого оборудования, по тому, что оно было разворовано и так далее и тому подобное. Вот чем всё это закончилось. Акция благая. То есть, мы всё ещё вот эти 20 с лишним лет остаёмся котятами на дороге? Естественно, естественно. Потому что мы любим всё делать, знаете, акциями. У нас не системная работа, а пропагандистская работа. Вот мы заявили, что мы 400 миллиардов в оборудовании вбухаем, мы вбухали. А для чего? Теперь вот мы чешем затылок, что, ещё раз повторю, и посаженные люди, и брошенные оборудования, неработающие оборудования, и специалисты, которые смотрят в этот прибор и не понимают, чего он показывает. Но когда-нибудь же мы вырастим во взрослую кошку. Да, обязательно. Я абсолютно верю, что это случится, что Россия не может вечно быть с плохими дорогами, с плохими политиками, с патриотами, которые называют себя патриотами. А на самом деле они мелкие, ничтожные люди. Ну что ж, когда-нибудь мы с вами встретимся в особом мнении, будем говорить уже о другом. Спасибо большое. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев был в программе «Особое мнение».